Сергей Бычков родился в Агрогородке Довск Рогачевского района, окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, стал преподавателем физической культуры и спорта, а потом получил еще два высших образования в области экономики и психологии. С этим багажом знания оставалось только определиться. Нужно было найти призвание. Мужчина должен выполнять свое призвание. Это должно быть у него сердце. Делать что-то не только для себя. Ответ пришел с появлением детей. У Сергея их трое. И глядя на проблемы в молодых семьях, особенно на трудности, с которыми сталкиваются родители в воспитании, он понял, что хотел бы помочь. Так появился проект «Папа-школа», который объединил вокруг себя сотни молодых отцов. Проект просто бесподобный. Он не имеет аналогов в республике. И даже то, как он реализован на сегодняшний день, я не побоюсь этого слова, он на постсоветском пространстве, наверное, один из самых лучших. В программе «Знания в Папа-школе» особое внимание физической активности. Поэтому проект «Папа-зал» не заставил себя долго ждать. Мы плотно занялись одной темой – это отцовство. Это еще с 2009 года. И просто так получилось, что эта тема, она начиналась как маленькая, она разрастается, разрастается, потому что с ходом опыта, скажем так, с годами, может быть, появляются просто новые пласты, новая категория. Вот мы занялись «Папа-школой» и занялись папами и детьми, которые только родили. И тут же стал вопрос, а что дальше? Являясь к тому времени председателем Гомельского совета отцов, Сергей Бычков ни на минуту не собирался останавливаться на достигнутом. Наоборот, идей приходило больше. Находились и силы на них. Вот он заражает энергией, на самом деле. Я бы многих вещей просто не сделал бы в школе, если бы не он. Реально понимаешь, чем больше он делает добрых дел, тем это лучше. Тем это лучше для него и для всех окружающих. Проект «Рух дворовых гульня» стал следующим шагом в биографии Сергея. Сегодня это уже не только уличный футбол, но и другие виды спорта, такие как фризби, стритбол, воркаут. В этом году команда модераторов инициативы собирается включить в список соревнований уличный хоккей. Но тут уже многое будет зависеть от устойчивых минусовых температур. В целом же «Рух дворовых гульня» уже объединил сотни семей областного центра. На соревнования приезжают участники из других городов Беларуси. Завистью отмечают качество площадки для воркаута. Это особая гордость Сергея и всех принимающих участие в реализации проекта людей. Очень важно скорее не стараться быть хорошим отцом, а стараться быть хорошим человеком в целом, чтобы быть примером для своих детей, примером для жены. Я всегда говорил, что самое лучшее для детей это когда папа и мама любят друг друга. Я на всех своих курсах это говорю, потому что если папа с мамой любят друг друга, ребенка 99% и 9 десятых будет все хорошо. Сергей Бычков стал обладателем звания «Человек года» в номинации «Открытие» и относится к этому событию по-философски. Главное, отмечает он, не останавливаться на достигнутом. Александр Гамоля, Евгений Макеенко. Специально для программы «Новости недели».